Взгляните на эту фотографию. Колючая проволока, за которой мы видим молодых девушек, развешивающих свежевыстиранную одежду на просушку. Кто же эти девушки и почему они за колючей проволокой? В 30-е и 40-е годы, чтобы спастись от немецкого фашизма, евреи возвращаются на свою историческую родину, территорию современного Израиля. Однако власть здесь контролирует Великобритания, которая устанавливает жесточайшие ограничения на количество уезжаемых человек. Те, кто не попадает в квоту на въезд, отправляют в так называемый лагерь для беженцев. И по сути получается, что люди, которые спаслись от контрационных лагерей смерти, попали в новый контрационный лагерь. На территории лагеря за колючей проволокой были построены 100 бараков. Мужчины и женщины содержались раздельно. Вся деятельность лагеря была хорошо продумана и четко исполнялась. Настолько четко, что прибывшие сюда в 40-е годы люди, спасавшиеся от уничтожения карательной машиной вермахта, порой думали, что им снова предстоит пережить ужас катастрофы. И все же этот лагерь отличался от нацистских лагерей хотя бы тем, что заключенным не грозило уничтожение. Лагерь просуществовал с 1936 по 1948 года. Он был разделен на две половины – мужскую и женскую. Это уменьшало вероятность побега для семейных. Вся территория вокруг лагеря огорожена колючей проволокой и вышками солдатами. Прежде чем попасть в бараки, все прибывшие люди должны были пройти обязательную дезинфекцию в этом здании. Однако не все так просто, и раствор для дезинфекции, который готовили прямо здесь, в лагере, был настолько ядовит, что порой умирали не только паразиты и вши, но и сами заключенные люди. Дезинфекцию люди проходили полностью обнаженными. В паровом дезинфекторе обработке подвергалась вся верхняя одежда заключенных. Естественно, после такой обработки паром она становилась на 1-2 размера меньше. Ни о каком личном пространстве в бараке не было и речи. Люди проживали по 100 человек в каждом бараке. Барак представляет из себя деревянную коробку, которая продувается зимой и не защищает от жары летом. Крыша же выполнена из листового металла, которая при попадании капель дождя очень сильно барабанит. Из-за большого количества крыс личные вещи приходилось хранить в таких мешках, привязанных к потолочным балкам. Но надежда однажды встретиться со своими семьями не покидала заключенных иммигрантов. Они выцарапывали свои имена на стенах и надеялись, что родной человек однажды найдет эту надпись и семьи вновь воссоединятся. Редактор субтитров А.Семкин